Для меня сейчас самое сложное выступление в моей жизни, хотя я выступала на этой сцене десятки раз, выступала на мегафоруме на 25 тысяч человек, но сейчас действительно самое сложное и волнительное выступление. Первый раз даже вышла со шпаргалкой. Этот ролик не просто так. Ребят, скажите, какой самый бесценный в жизни ресурс? Время. Время. Не деньги, не что-то еще. Время. И очень часто мы живем, не приходя в сознание. Мы живем и думаем, что у нас очень-очень много времени. Мы не торопимся достигать своих мечтальных целей, мы не торопимся делать результаты в Арифлейн. Мы слушаем и думаем, ну, когда-нибудь потом я буду расти потихонечку, ну, мне не к спеху, да, ребенку сейчас всего лишь 3-4-5 лет. Когда ему еще потребуются деньги? На квартиру, на машину, на его осуществление его целей и наших с вами. Я вас очень прошу простить мое волнение. Наверное, такое очень сумбурное будет сейчас выступление. Спасибо. Два года назад вот так же на школе актива, на семинаре, после школы актива мы были с нашей командой, была, как бы были в том числе Анечка Щукина, которая в этом каталоге открывает уровень директора. А в воскресенье ее не стало. Да, да, в этом каталоге она действительно открывает уровень директора. А неделю назад мы с ней простились. У нее осталась дочка, которой всего один год. Остался любящий муж, который весь этот год боролся с ней за ее жизнь. Все есть. Любовь, долгожданный желанный ребенок. Успех, успех пришел, хотя на 10 лет в Эрифлейме. Только ее нет. И времени нет. Я хочу, чтобы эта история стала вам уроком очень сильным и отрезвляющим. Она младше меня. Младше. И, конечно же, она тоже думала, что у нее времени еще навалом, в запасе, полным-полно. Куда торопиться? Какие звания делать? Покупать квартиры для своих детей? Да ей год. Какой там? Зачем ей квартиры? Зачем ей машины? Зачем путешествия? Да можно и в 40 поехать. Не всегда. Торопитесь жить. Торопитесь достигать своих целей. И этот последний год, конечно, ее очень сильно изменил. Знаете, о чем она очень сильно жалела и в последние дни говорила? Как жаль, что я столько времени в Эрифлейм упустила. И в последние самые дни, еще в воскресенье не стало, а в пятницу у нее еще была личная регистрация. Вы представляете? Личная регистрация. Некомандная. Каждый день она рекрутировала. Каждый день. Она собирала заказ. На 200 баллов вот пришел в воскресенье. Пришел, представляете, в больнице, в онкологической клинике. По медсестрам. Диктовала их, делала, раздавала там. Потому что только в последний момент ее, наверное, осенило, какую потрясающую возможность она все эти годы проглядывала. Она также сидела с нами на семинарах, слушала это все. Но недооценивала. И, конечно, этот бизнес переходит по наследству. Вы знаете все об этом? Этот бизнес переходит сейчас ее мужу, а потом и ее дочке. И, конечно, мы будем помогать ее партнерам. Помогать ей становиться золотым директором. Там есть с кем. Ребят, задумайтесь об этом. Если у вас сейчас есть здоровье и время, у вас все есть. Все, понимаете? Руки, ноги, голова. Не сидите, не ждите. Пусть этот такой мощнейший удар станет. Вот то, что вы сейчас это слушаете, да? Это не очень легко и позитивно. Ну, задумайтесь, блин, об этом. Задумайтесь о своих детях. А что вы им оставите? Важно оставить след, а не просто наследить. След, наследство. Все ведь это вот однокоренные слова. Наследство, след. Не просто как бы прошел, в чем приходил, зачем в этом мире жил. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. И, конечно, Аня на все эти последние дни говорила, что как жаль, что я все эти годы упустила. Как жаль, что я не разглядела сразу эту возможность бизнеса. Понимаете? Ой, я... Махнете меня тогда все. Задумайтесь, пожалуйста, ребят. Я хочу, чтобы вы не теряли это время. Я хочу, чтобы вы... Сейчас посмотрю, да, в свою шпаргалку, потому что... Два года назад она сидела так же, здесь строила грандиозные планы. Думала, что их очень много времени впереди. Ребят, я надеюсь, что нам с вами, с нами с вами это никогда не случится. Но пусть это будет хорошим уроком для нас с вами. И это такой уникальный бизнес. Вы знаете, все наши команды, да, команда, помашите. Скажите честно, да, нас это все всех так сплотило и показало, какие люди у нас в команде. Как все выручали, как все поддерживали. И даже ее муж, который сначала, ну, прикалывался, да, как любой мужчина. И, ой, что там за бизнес, да? Он, конечно, говорил, что я не ожидал, что такое вообще существует. Я не ожидал. У вас просто такая семья. Компания. Когда я обращалась к компании, что, слушайте, ну, деньги нужны, просто банально, бабки нужны. Компания отвечала, да, да, конечно. Что там надо? Велнос, там еще что-то, да, мы это все по команде. То есть денег, ну, компания не может, да, ну, просто физически дать. Нам давали там товар, гор, у нас за три дня там товар дает на сто тысяч, да, сто тысяч у нас в команде. Разбирают это сразу. То есть деньги, хоп, и мы ей сразу переводим. Представляете, какая компания? Я не знаю, Газпром, банк, какие-то автомобильные компании. Они бы так сделали? Не знаю, не знаю. А у нас компания так делает. Ребята, цените, что вас случай или не случай занес в нашу компанию, что дал вам шанс, дал вам здоровье, дал вам время. Пусть этот урок, он станет для вас очень показателем. Я очень хочу, чтобы вы с вами, мы с вами сейчас саккумулировались, сделали новые звания, пошли вперед к своим целям, достигли этого всего. Для нас, для наших детей, чтобы мы действительно оставили вот этот след. Я очень-очень вас попрошу, если кто-нибудь снимал, не выкладывайте, пожалуйста, в сеть, потому что я в таком ужасном виде, в таком ужасном состоянии. Но оставьте себе это видео. И когда у вас, блин, будут руки опускаться, когда у вас не будут идти партнеры. Ой, у меня страничку там какую-то забанили. Ой, у меня там что-то не получается. Я упал с уровня там 15 на 12. Наверное, надо все бросить, не мое. Посмотрите это видео. Пусть оно у вас где-нибудь в резервной копии там хранится, да. Посмотрите и подумайте, что время не резиновое. Надо им пользоваться, пока оно есть у вас прямо сейчас. Я вам всем желаю успехов, достижения ваших целей и, конечно, самое главное, здоровья.